Любители живой музыки. В Центральной городской библиотеке прошла встреча ребят, которые обучаются игре на гитаре. Они обменялись опытом и исполнили свои любимые композиции. Сегодня выступают ученики, которые занимаются... Есть кто и пару лет занимается, а есть кто пару месяцев всего. И они уже на этой сцене. Сегодня мы получаем опыт выступления, в том числе на концертах, публично. Это тоже важная часть работы музыканта, работы или хобби, кто как. Занимаются игрой на гитаре ребята разных возрастов. Для некоторых это не первый инструмент, которым они владеют. Я занимаюсь на фротопиано, но мне на гитаре намного сложнее заниматься, чем на нем. Потому что нужно играть отдельно и аккорды, и перебор. Ну, сложно. Я с детства еще мечтала научиться играть на гитаре, так как у меня дедушка по маминой, по папиной линии. Они играли, состояли в группах. Я смотрела на них и понимала, что это мое. Мне очень хотелось научиться. Ну, гитарой я занимаюсь, но меньше года. Почему выбрала именно этот инструмент? Ну, я просто... Сначала я ходила заниматься на укулеле, и меня потом вдохновило заниматься гитарой. Так как подруга, которая меня учила играть на укулеле, она занималась еще и гитарой. Чем это означает укулеле от гитарой? Ну, укулеле, у нее есть некоторые различия. Это у нее четыре струны, и сама по себе она маленькая. Укулеле – маленькая гавайская гитара с теплым, позитивным звучанием. Самое главное преимущество, которое отмечают ребята – она не занимает много места. Я начала заниматься укулеле примерно два года назад. Что раньше, гитара или укулеле? Ну, сначала укулеле, потом гитара. Сейчас как-то больше на укулеле. А почему именно ее выбрала? Чем она отличается? Чем тебе она нравится? Она удобная, маленькая, и на ней легко играть. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. В завершение гитаристы исполнили традиционную песню Олега Митяева и сделали общую памятную фотографию. Ура!